Российские военные летчики, те, которые завершили свою миссию в Сирии, покидают Арабскую Республику в рамках планового сокращения группировки наших войск. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М, которые участвовали в операции против террористов, выполнили все задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим и теперь возвращаются на родину. О том, как провожали самолеты на авиабазе Хмимим, репортаж Ивана Прозорова. Торжественное построение и заключительный доклад о проделанной работе. Боевая задача выполнена. В Россию отправляется звено фронтовых бомбардировщиков Су-24М. Пилотов провожают с авиабазах Хмимим, откуда несколько месяцев совершали боевые вылеты. Командир звена Алексей Пономарев рассказал о сотнях населенных пунктов, что сирийские военные освободили при поддержке наших ВКС. О десятках тысяч мирных жителей, которые вернулись в свои дома. В небе пара самолетов, взмах крылом, благодарность от летчиков всем, кто каждый день на земле работал плечом к плечу. В торжественном строю на авиабазе Хмимим не только те, кто выполнял боевую задачу и взмывал небо. Здесь пилоты и медики, связисты и инженеры. Они обеспечивали надежный тыл и помогали народу Сирии. Вместо постоянной дислокации возвращается и медицинский отряд специального назначения. Наши врачи в разных провинциях приняли 5000 сирийцев. Российские медики и от банальной простуды лечили и сложнейшие операции проводили. Все мы, врачи, медицинские сестры, санитары, водители работали слаженно, как единый организм. Понимая важность выполняемых мероприятий, отряд справился со всеми поставленными задачами, самое главное из которых – это сохранение жизни и здоровья наших военнослужащих. Плановое сокращение нашей группировки. О нем в конце декабря говорил президент Владимир Путин. Первой ушла корабельная группа во главе с тяжелым и авианесущим крейсером адмирал Кузнецов. Его участие помогло освободить от боевиков экономическую столицу Сирии – Алеппо. Слаженная работа с ВКС и сирийскими войсками переломила ход борьбы с террористами и теперь часть российских военных отправляется домой. Сокращение группировки вооруженных сил в Сирии никак не отразится на качестве выполняемых задач. Имеющийся составом, мы способны оказать всю необходимую авиационную поддержку частям и подразделениям сирийских вооруженных сил в борьбе с международным терроризмом. После возвращения на родину каждый из вас поделится полученным бесценным боевым опытом, приобретенным здесь в ходе операции в Сирии со своими сослуживцами. Ведь именно усвоение уроков, которые даются в ходе вооруженных конфликтов, позволяет избегать ошибок и не допускать их в будущее. Замкомандующего сирийских ВВС вручил медали «Боевое содружество». Наших офицеров назвал друзьями, которые в решающий момент помогли склонить чашу весов в сторону мира. «Россия останется в сердцах у нас, сирийцев, так же, как и Сирия останется в ваших сердцах. Совместными усилиями мы обязательно победим терроризм. Спасибо за вашу помощь. Спасибо всему российскому народу». Благодаря этой помощи к режиму прекращения огня присоединились уже 1134 населенных пункта. Да и само перемирие стало возможно при участии России. Здесь это знают даже дети. «Русия! Русия! 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 Русия!» Часть российских военных в Сирии остается. Они продолжат борьбу с террористами, на которых процесс перемирия не распространяется. А пилотов, медиков, инженеров, которых проводили с авиабаза «Хмимим», уже готовятся встречать дома. Иван Прозоров, Юрий Шолмов, Гурам Розилов, Первый канал, Латакия, Сирия.